Играет музыка Ну что ж, я приветствую вас сегодня на нашем инвенте. Меня зовут Александр, я бьюсь от Киева, кирпирую компанию Inline Solutions, является техническим специалистом, региональным директором Microsoft и москлоделем профессионал-пошручную дирекцию. Мы используем Microsoft AI, платформу для покупок из нормальных смарт-аппликейшнс. И сегодня я хочу поделиться другими словами, что это Microsoft, и ай-платформа, и какие привади, и какие редулики, как можно запресковывать в своих личностях. Ну давайте просто все невеличко зробим. Кто заранее працует с Microsoft технологиями? Не так много. Кто заранее працюет с Python? Трошечки больше. Добре, на самом деле, шучное машинное навчание не ассоціюется действительно с Python, но кто будет участвовать, какие есть возможности разработчиков на Microsoft на Microsoft платформу. Ну пересо за все, я не знаю, что будет участвовать здесь слайд, но пересо за все, хочу поделиться между машинами навчания шучного интеллекта. В моем случае это будет шучный интеллект, потому что на презентации на Microsoft мы не решили как шучный интеллект, но это еще за то, что у них машина начальна. Если мы посмотрим на сигнальные платформы Microsoft EI, мы увидим, что это не совсем как на платформе, это не для сервисов, инструментов и резонансовых сервисов, инструментарях абсолютно для разных типов пользователей, разработчиков, и аналитиков, и для других специалистов. Если мы смотрим на слайд, то это красиво, какие самые инструменты и для каких игроков. Первое у нас есть фото, которые мы можем использовать в то же же 11-ти годы мы решили дать наши застосунки. Если кто-то хочет делать свои инструменты украинского машинного чайна в средовищ и есть инструменты названия в мире. Это кооперативные есть он on-premise инш реакция SQL сервер и анализ которые могут установить на он-premise а через Azure. еще один например это конкурсейшн и чекоти NLP и ассистенты есть инструменты где они говорили есть инструменты для разработки как Visual Studio Code в хорошей понимаемой для разработки самым важным инструментом так же и вы уже доступны в Azure и вы можете их возвращаться и начать с форматами и начать с программ AI Labs и iSchool которые называют вас больше глубоко выучили еще какие ваши нервы и научились развивать с Microsoft и AI платформы в республике Azure Services которые позволяют анализовать данные и ключи на датах и в разных сервисах тоже важно с сервисами еще короткую классификацию инструментов у нас есть Microsoft AI в Cloud и это техники инструментов Machine Learning Service и это буквально загадная характеристика All Premises SQL Server Machine Learning Services и Microsoft Machine Learning Server и Developer Tools и их достаточно богат и библиотека которая создает любых машин обучающих и для Data Sciences например R Tools и Visual Studio и звучные средства для разработки с интеракцией и с его с с первым это Agro C на 3 сервисы при Build Modules это REST сервисы и API и это можно пользоваться с любой мовой абсолютно на любой платформе лучше просто возвращаясь REST завтра до сервиса вот же у нас есть пять основных сервисов это Search, Speech, Language, Vision и Labs про Vision API сегодня остальное будет подготовиться в интервисе и Search, Speech все разумимо я вам ждать ключевую информацию и ваши застосунки есть speech модели за speech модели еще мы говорим про Language досыть велика кількість инструментов которые позволяют текст аналитикс находят какие-то entities в текстах и в принципе можно имплювать на текстах с антон и я собираюся на Labs это инструменты как сервисы и финансово-хроники еще не есть но они очень часто уже на сервисах и они реализуют конкретные сценарии пару примеров я покажу например я думаю что все знают этот проект который называется Inept и Inept дозволяет англесу влады вашей руке и взаимодхирки с проект проект Project Gensers даёт вам сделаем SDK который позволяет вам вбуду стиль жестов вашего программа на задушене Тобто если вы хотите сделать фото айбл и хотите перелисать что-то изображение вы можете сделать фотографии вы можете такие жесты вы можете фотографии это если у вас есть камера Kinect или еще камера Sony вы можете сделать здесь посылание там есть видео как происходит как происходит как происходит и как ключевое вы можете это не удовлетворить власть обеспечения что такое что происходит это происходит сайт он использует низку сервисов с по 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 знаниям по местам на больших местах и рахует для каждого конкретного места рахует насколько это место хорошее изображение до архитектуры как по в церковь церковь как вы можете в для понимания чтобы было близко по архитектуре и это Это один из наших предложений. Слушайте, это экспериментальный проект. Это еще не экономично. Но вы можете записывать. Еще один очень простой. Но на самом деле очень много программ перебирают с сайтами, с сайтами. И очень часто вам нужно делать превьюнский сайт. Подписывайтесь на Apple, и, возможно, какой-то иначе, который будет характеризироваться. То есть это сервис Project Google Preview, где сайтами вам отрабатывать певный урок, и отрабатывать джейсонную информацию про то, что это стоит. В ней есть русское название, есть description, и вот тут даже есть опция из семей френдов. То есть, в ней есть контент, который является оффенсивным, или в ней есть контент, который, например, в МДД не может. То есть это тоже хороший пример, чтобы эти или иначе параметры создавались в очень простые сервисы. И еще один проект, который тоже у нас очень удобный. и сейчас, когда я замечал, передать программу, в ней все в сердце очень высочало. Это называется Project Academic Knowledge. В 2016 году Microsoft запустила пошук познания, так же Knowledge Graph. Knowledge Graph внести в информацию про новой операции, про новковцев, про их неоплоды с кросклассованием. Чему этот проект важный? То, чем про, как я имею в виду, семантичные даты. Ну, ладно, да, что это семантичные даты, или семантичные даты, которые были в виду принципиологи тому. И идея в том, что, вместо того, чтобы получить по различным сайтам и шукать информацию про то, что написано как есть на различных сайтах, мы переходим до понятия конкретного Entity. И есть одна по тему уровню интернету, в котором есть всю информацию про конкретные объекты. Идея в том, что эта информация будет самим в машиноштабном формате. Таким чином, вам не нужно писать даты, которые пасы, вам не нужно читать эту информацию в разных сайтах, потому что для вас это уже все сделано. Самый простой прикол такой реализации это дикипедия. Это семантичная имплементация википедии. Дикипедия это слабо структуровая инфекция. Там есть аштермей, там есть посылания, там есть блоки, но естественно, это еще для людей. Если вы посылаете дикипедию, вы увидите, что вся информация представлена в машиноштабном формате. это идея плюс еще важно, что эти семантичные вузы, они могут находиться на интернету, например, еще одним вузлом семантичного интернету есть сайт IMDB, где находится информация про фильмы, актеры, рейтинги и так далее. информация про актора может быть на IMDB и также на дивидейте . Эта концепция называется интердейта, где вы читаете всю информацию про точный объект, а также посылания для информации на сей объект. на самом деле вся концепция фейсбук граффи, Microsoft граффи и человеческий актеринг колледж граффи. Таким чином вы можете читать по университетам, по конференциям, по новоколым прациям, плюс если посылать на новоколепации, вы можете также их пораховать цитирование, приклея на автора, уже так не повязанных авторов, так и ничего, вы еще раз занимаетесь науковыми практиками, вам нужно просто заделиться информацией в интернете и в программном выводе и в программном выводе очень сильно на компьютерных серфисах, потому что я уже сказал, нужно строить многое это очень подходит использование серфисов, вы хотите создать свой эксперимент, свой модель. и для этого вы используете Python и вы можете продолжать использовывать тот инструмент и технологию, которая вам нравится. но Microsoft снова решила, что есть достаточно многократных алгоритмов, методов и исследований этой серии. и таким чином народилась программа библиотека название NETT. Она была анонсована на Microsoft бюлд буквально полгода Поэтому была версия 0.2.1, на сегодняшний момент это уже 0.2.1, но терроризм еще не имеет, но в принципе уже достаточно забегок у прогрессии библиотеки, который был очень суцелый. Это библиотека-кросс-платформат, это означает, что она хорошо производится ее до декори, на Windows, на Mac, на Windows, на 64, x86 архитектурой. И повторяем на сегодняшний момент плюс-минус все стандартные задачи машинного обучения. Это классификация, рефлексиванный анализ, бинарная классификация и так далее. Еще мы говорим про архитектуру цьей библиотеки. Вы можете побачить, что есть стандартные наборы, которые позволяют трансформировать данные, защищать данные, помещение приготовленных данных. Есть идеи с монолитной вернерс. И в каждой версии цифрой письма вернерс мы додавались. В каждой версии мы говорим о самолитной вернерс. И третья идея, которая западана в цифрой библиотеке, это так звание экстеншнами до инших систем. Ну, знову ж таки, это может быть и Microsoft SDK, это может быть и тензерфлоу, это может быть и другие системы. В целом, в версии классификации, в углодовании онлайн X формат. Это формат, по сути, стандарт, в котором вы можете из одней системы экспортировать модели и протестить ее в иншу систему. То, когда вы можете строить модель на тензерфлоу, в Python, в Synthetix, и Learn, и экспортувателись за собой на X формат. И выписать в вашем .NET средовище. Для чего это дробно? Ну, это, как с вами интересно говорить, або переносились другие модели на разные платформы. И очень часто перенести модель в тое средовище, в котором вы просуете, они же будут какие-то дополнительные сервисы, лейеры и так далее и так далее. В основной версии добавим еще один в сервере. Это бинды до Python. И, снова же таки, доданые, которые мы принимаем модели, и там, на самом деле, их достаточно много. Ну, трошече позже я покажу вам. Я теперь покажу вам деякие модели. Еще один инструмент, який уже близко к другу року, это Microsoft Air Machine Learning Studio. Кто знает этот инструмент? Не так много людей. Отже, если вы прошутились в машинном навчании, если вы хотите быстро сделать эксперимент, и вы не хотите разбираться в всех внутренних алгоритм, вы можете срестаться сенсом сервисом. Это Web Service, Dragon Ball, где есть большинство уже готовых компонентов. Это правильно, ну, тут близко сорока алгоритм, которые их потребуются. И классификация, и анонимная детекшн, и классификация, и так далее и так далее. Идея обращается в том, что это система отримает большую кількість джерев информации. Вы можете заводажить в свои данные, вы можете подъединяться в сетку сервера, до Azure Data Lake, до веб-сайту, веб-сайту интернет-сети, и открывать эти данные. Вы можете из-за многих способов пропулировать цими данными, очищивать эти данные, пропулировать с одного формата другого, и потом проводить так-самые эксперименты, и после того, как ваш эксперимент сделан, даёт результаты, которые вам необходимы, вы можете публикувать эту модель в Web Service. Кроме того, поддерживается библиотека OpenCV, и клиптово поддерживается возможности написания тысячи-инших вставок на R и на IP. То есть, если у вас уже есть исход, который вам нужно выкрасить, то вы, в принципе, можете его также будет вкладывать, а частью этого эксперимента. То есть, на самом деле, когда Microsoft записывал этот сервис, его не очень реально и вышло социализирование эгуляции в кильце. Но, на самом деле, буквально два ближних группы пришел анонс про еще один сервис, который будет давать вимогу, и который стал, по сути, экспериментальным марканчиком и джиллом данных, на которых собирался и интервеновался сервис. Сервис называется, ну, тут такая хорошая партология, тут Azure Machine Learning Studio, а это Azure Machine Learning Service. Что, действительно, у меня особо не получилось, а это не иных своих сервисов. И так же, что я побачиваю в Мешинерном сервисе, могу так сказать назвать эту инструкцию, но, на самом деле, это абсолютно инший сервис. По сути, это следовище для дата-сайдовостей, где они могут написать код на Python, и, по сути, это есть инструкция, которые сегодня нет, например, в Jupyter, это тоже в Jupyter, и в Jupyter в Jupyter. Вместе с ним вы можете продовсовывать и любить в Инфлокальной машине или в меньших сервисах. Это основная для того, что этот инвайрон включает три высокие инструменты в рамках одного середовища. Самое для пакетового и еще одна речь, которая стала продолжаться на этом сервисе. То есть эта резинация вводится в Preview лекции и выше буквально два вишня тому. И после канала «веч» называется «Afformated ML», а «веч» с цитрую тоже нажимаемый сервис. С названием «Afformated ML», в принципе, вы декали его призначение. То есть это рекомендации, каким образом выбирать лекции для тех или иных ситуаций. Если у нас есть лада, то выбираем какие-то алгоритмы. Если у нас есть мастеризация, какие-то алгоритмы и так далее. Все вы как раз разумеете, что очистка данных занимает очень много времени. И другая задача, которая занимает как самая много времени времени, это, по сути, подбир параметров, подбир того алгоритма, который будет производиться лучше для этих данных. И, на самом деле, это может займать до 80% всего времени на годы данных сайта. Идея «Afformated ML» поляна в том, что замість того, чтобы проходить автоматически вручную все этапы нашего ML-эксперименту, мы, по сути, должны просто дать наши данные, сказать, какую задачу мы хотим выражать, в классификации, линейные для регрессии и еще чего-то. И «Afformated ML» автоматически начнет перебирать 8 вариантов для того, чтобы в конце дать вам самый лучший алгоритм с лучшими два вариантов. Вот, в принципе, основная задача «Afformated ML». Как это происходит? Когда люди начали использоваться Azure Machine Studio, люди использовали свои данные, провели больше и больше экспериментов, и система, по сути, училась на этих данных. Тобто на входе были данные, на выходе были первые параметры, люди покупали разные методы, разные параметры, и эта информация, не самая данная, а самая информация, какая задача, какие параметры и алгоритмы, працювала найкраще. Ось эта вся информация была собрана против новостановых рекордных уроков и на базе этих данных мы проводили еще один, может быть, еще один машин до начальника, який, власне, и для его основного сервису. То есть, на сути, сервис намагается обгадать, какой алгоритм, с их первого варианта вы лучше видаете в вашу модель. Это вписывается в данную такую концепцию Microsoft, которую они сейчас предлагают, это демократизация штишного интернета. Когда люди находятся в очень глубоком, в принципе могут достаточно просто начать свою доказательность эксперимента. Еще одна важливая задача, проблема, это дезинкт-детальный интернета. То есть, в основном, что мы находимся в интернете, не только Microsoft, но и других компаний, и великая дорога датальна. А где мы взяли на родные датсеты? В каком вигляді мали внутри эти датсеты, для того, чтобы действительно создавать хорошую модель. И еще один проект, который мы запущем. Иктор месяц, икну, мае название «mysopendata.com». Это, по сути, бит-проект Microsoft и Search, где мы выключаем вịельные датсеты, которые ими согласны. все, что выросли. Больше того, ци данные также имеют додатковую информацию, в каких самих проектах они выросли, какие результаты были получены, какие науковые праи были опубликованы. В сути, это очень неплохо уже было датасетов, причем абсолютно в различных объемах, в различных галузях, которые вы можете зарантировать и выросли в личных исследованиях. Еще одна важная тема. У нас здесь был два года, я думаю, бум на создание изменивших джерпот-систем. Все это направилось в том, что джерпоти не до конца «просумели» людей, когда люди давно, у них было много джерпотов, и даже когда ты пишешь, что это бот, человек сидит и говорит «Привет!», а джерпот? «А как тебе справиться?» И начинает спускаться. И, соответственно, когда ты акцентуешь свою главную бизнес-процессию и бизнес-задачи, ты не будешь поймать все эти варианты, которые люди напишут не по теме. Но, на самом деле, таких вопросов не по теме, потому что много. И, соответственно, люди не понимали часто, что это джерпот, и, соответственно, это джерпот, и она уже закончилась. Но сейчас джерпоти, главное, переходят туда, где есть место, в бизнес-середовище. И, конечно, это очень активно инвестирует в инструментарии для создания джерпоти, для того, чтобы интерфермирутировать какие-то разные системы. И зараз тоже еще покажу вам, что происходит как-то согласительным сервисам. И, соответственно, нам придется система, которая будет уметь выяснять интерфермирует, что люди сказали. У нас есть такая фраза. «Одер, не купить это?» Для людей абсолютно засунуло, что другая хотела это сказать. «Замови мне, пожалуйста, не купить это?» Для машины, ну, это просто какие-то версии. Задача систем «Name and Entity Recognition», або, какие-то преподается, как знаходжение сутностей слабо структурованных тестов. Вси посылы по тестам, которые мы используемся, которые мы участвуем, которые мы участвуем, кримином, как у машиночаровой информации, по сути, слабо структурованы. Задача «Анкоративные сервисы», в том числе «Анфлу», еще «Анкоративные сервисы», еще «Анкоративные сервисы», еще «Анкоративные сервисы». И, конечно, в том числе «Анкоративные сервисы», они занимаются тем, что, кто творит случайный тест в инструкторах. Какие вещи вам задействуют? Вот тут, например, мы говорим, что у нас есть интент замовления еды с умирностью 99% и пицца, это будет наша entity, что мы хотим замовить, и другим этитом у нас будет число 2, которое в контексте замовления пиццы будет встречать через пиццу. Таким чином, реакционеры бывают структурированные объекты. Мы строим властную югерстичную модель. Мы говорим, что мы хотим вызначать из наших текстов какую-то культуру интентов. Это, по сути, дие. По сути, это характеризация, будет удобно. И так же мы говорим, что и самая этапис мы хотим вызначать, и какого-то типа. После этого мы начинаем вводить разные варианты того, каким чином человек может задать вопросы или ввести фразы. И, куда мы говорим, что и хотели, то есть, please reserve и хотели в Парис, ла-ла-ла. Так, в пицце мы отримуем, что book a hotel, reserve a hotel, reserve a car будет возвращаться как book, то есть заобранник. Готель или машина будет возвращаться как entity, какого-то типа, что самое забудете, и где-то будет и же entity, только где самое забудете. Можем всю структуровую информацию, мы можем из этого написать каст на лоджик, который будет через эти соматы, брюматы, готели, я не знаю, в каких-то припусках. После этого мы начинаем тестировать, после того, как мы добили наши поведомления. Мы начинаем демонстрировать наш модель, и как тихо нашу модель достигнать той якости, которая наслаждает, мы можем его улучшать как веб-сервис и его заказчивать в нашу программу задеспечения. Еще один классический сценарий работы с текстами из ланча-модов, это создание текстовальных баз знаний. Когда у нас есть факт, часто задаваемые вопросы, когда у нас есть какая-то база знаний, и мы хотим перетворить это в чем-то. Еще раз, мы можем все делать самостоятельно, а где мы можем связаться с документами, как у нас есть? Мы пишем задаваемые вопросы, мы пишем задаваемые вопросы и ответы. И, по сути, система автоматичного затронула, и, по сути, повертает... ...найкращий ответ из этого теста, из нашего класса знаний. Потом, за все, обратится до дополнительного фреймворка. И задаваемые вопросы. Наша задача написать наш блог-сервис, который получает тест с запитанием, через какую-то информацию. И мы говорим за допомогою будь-якой астрономической логики и других инструментов. И, по сути, как у нас этот сервис работает, мы можем его дублировать на абсолютно... ...набыли какие-то сервисы, начинающиеся с блог-массажерами, закинчующие... ...мечатами, смсами и какими-сайтами. Недавно вышла остальная версия. Тут достаточно цикарная вещь сделалася. Закрываем о персонале кечат. Первое, что я говорю, когда я начинаю писать привет, мы, как мужчина, будем регулировать это. И есть специальный сервис, который называется персонал кечат. ...какий взволяет катастрофизировать поведомление и додать автоматизированные відповіди на стандартные фазы. Их модели, как там справа, и так далее, и так далее. Я за вас скажу демоку. И это демоку реагирует эффект, который мне не понравился. Я думаю, это недавно обеспечено. Это демоку реагирует эффект, как миловар. То есть у вас есть программа за обеспечением, которое уже не сумеет, а вы его готовите. И вы выкрустовываете великую кольцо инструментов. Это может быть все равно. Это может быть какие-то библиотеки, это может быть какие-то базы знаний, это может быть властная фаза логика. И вот тут мы можем додать, а еще один библиотек. Это те, что и другие цели срещущего интеллекта, которые будут выявляться в работе вашего программа за обеспечением и провести какие-то интеллектуальные вещи. Давай я покажу демоку. У нас есть чат-код. У меня есть чат-код. Я выкрустовываю бот-милейкер. Локальное машинное. Вы можете публиковать его в хмаре. Я начинаю мий конверсейшн. Я начинаю выкладывать на течку выше 4-й милейкод. И вот тут можно увидеть, что выключены партнерные сервисы, которые анализируют, что я анализировал и с какой информацией. Тут выкрустовываются два сервисы. Первый – это сентимент анализ. И он говорит, что шурр мает 0.95. Моя программа – это позитивная. Наступная программа 1, категория 2, категория 3 – это сервис называется Content Moderator. Т.е. я проверяю наскільки те, что я написал, а в вид, а в виду, 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 а в виду. Т.е. категория 2 означает, что в виду, а 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 в виду. То ли вы experienced в виду трех ocean лексов? Ну, еще я напишу. Phoenix. 2 айсах. Ось, крім того, що мені покажется в 12 пор 0.05 означает, що це дуже багато слово, то тут ми одразу побачимо категорію 3, 0.98 означает, що я уже вам все влезли. Мей школа система повертає вам ті фрази, які вонаражають пенсію. Таким вичем, сервис фонд англодейтор може бути, наприклад, на тексті чата. Мені, до речі, цієї фіші дуже розвищає навчання Кривотбанка. Тобто, коли я починаю кричати матом, другуа матом, то я думаю, що автоматично вийшов в танце на жбуде демо. Тому що я переставав спілкуватися з лотом і про екателем на жбуде демо. А воно, 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 також, і не має бути. Ось, ну, давайте спробуємо зробити вікторський, що я просто вношу хай. І я не маюць, що вирт, а зберігаюю за вірами, я не маю, а воно, я маю, що в них вироби, маю, що вироб. А я маю, що я маю, що маю, а це не, що маю, що це не теж я. А є диробоват. Ну, скучно, да, и у нас тут есть первые нюансы. Нюанс называется персонал. Сейчас я представлю джентлью персоналу, но я могу представить профессионалу и юмористичному члену. То-то, в принципе, еще я вставлю в коре юмористичному члену, и она пошла. Дальше, я вставлю в коре юмористичному члену. Все пришло. Дальше, я вставлю в коре юмористичному члену. Я вставлю в коре юмористичному члену. Я вставлю в коре юмористичному члену, и я вставлю в коре юмористичному члену. То-то, то ми не рухаємося далі. То-то, по сути, я зараз говорю з юмористом, то далі жодний сервіс додатую, і сентричний аналіз, нічого не доприсвалися. Тому що, в принципе, не має сенсу. Тепер дивіться. Якщо подивитися на програмний код, то те, що говорили про middle-wire. Тобто, в middle-wire не можна від'єднувати людей у кількість сервісів. Тобто, я думаю, окей. Спочатку покажи мені, що людина набирає текст. Потім додай, будь ласка, гумористичному члену, і відповідати вони на там, хай, права, ю, і т.д. Далі. Потім, будь ласка, моє поведомлення на санкт-динаміки. Потім, будь ласка, будь ласка, переобіри моє поведомлення на контент-модерейтер. Після цього, будь ласка, запиши моє поведомлення в базу, і потім, будь ласка, запиши всі мої інламіки в апплігейшене сайтс. Апплігейшене сайтс. Ми потім можемо будувати дешборди для конкретних кастерів. З базою, будь ласка, проводити всю статистику. Плюс, ось це все автоматично лахується в Аппліг-сервісі, де ви можете також статистику опримувати. Тобто, я бачу, що зараз все закінчую, і потім, буде все далі. Тобто, по скрінченому, ви можете до того, як ви надали відповідь конкретну відповідь на течніше запитання, ви вже, в принципі, з'явали відповідну на відповідь. І ваша відповідь може базуватися в тому числі на цій інформації. Чи в якому гуморі людина, наскільки офенсів, неофенсів звернення, і т.д. Тобто, тут, варіантів досить багато, ще один приклад можу показати. Якщо, наприклад, ми не знайшли відповідь в нашій локальній базі, ми можемо підключити приклад QnA-сервіс. Знову ж, відповідь досить просто, є QnA-сервіс. От, відправляємо відповідони назад, і зараз отримуємо найкращу відповідь, якщо така відповідь знаходиться в нашій базі знань. У мене моя база знань пов'язана з медициною. Я вбиваю насклад хвороби. Знову ж таки, у мене нарисуємо все на сенденатий аналіз. Ну, щось пішло. А знаєте, що пішло так? Тому що ми бачимо заберегу на початку, і це буде зламалося. Ідея в тому, що треба посадити ранені ключі, і, на жаль, перед цим перевантажитися, і ключ ненаврені залишитися в цьому керекцію, відповідно, у керекцію ми можемо також отримати найкращу відповідь з нашої бази знань. Ось, як кричило, навіть на такому пасковому випадку, і, як я чекула, на якимось дуже посадово раціях, можна побачити яким чином під'єднувати лісні AI-сервіси і зробити програму задостаточення місшозумно закінчують. Дата-сайнс-виртолошейн, тобто ви можете на власному режим-аккаунті розгорнути вже користосовну машину, у вас ця можливість, там є декілька оцій, ви можете розгорнути в іншу машину, ви можете розгорнути в іншу машину, вже є набір перестановлених програм, пакетів, то, по суті, вам не потрібно нічого додаткового сферману, то ви просто піднімаєте ваш образ і починаєте робити ваше сферману. Зазначить всіх, нікого вкачава конкретно. Наступно багато є різних існовантів програм, різних прожливостей для дата-сайнс-виртолошейн, є гампи, де народболці можуть отримати доступ до Azure, є різні AI-лабс, де є досить цікаві проєкти, як можна комбінувати ті чинчі сервіси для створення цікавих продуктів, є досить жартливі інструменти, наприклад, проєкт Murphy, які до згадання сказати, а що якби я був Джона Сноу? І система шукає фотографію Джона Сноу в інтернеті, просить завантажити вашу фотографію і потім вашу фотографію ставити вашу ПЦ, ставитися в інтернеті в основу. Такий жартливий проєкт, але він позволяє показати, яким чином можна використовувати абсолютно різні сервіси, і шукові сервіси, і Vision API, і черпотки, і ботфреймерки, і так далее. І на саме вінець, це так звалий проєкт Seeing AI, це, по суті, проєкт, який позволяє незрячим людям випористовувати Vision API в різних життєвих ситуаціях. Ось, презентації там є переховані слайды, тому що презентація була, я можу дуже довго про це говорити, якщо у вас буде доступ до цієї презентції, нам зможете влачити синергітні послання. Дуже дякую вам за вау. Отне питання можна ли я влачу там? Отне питання, так. Можна щас? Пока основа не пройдув, то він спириться там, т.е. і не переходит к самоварісті. Вопросом, що це забувало, а я в муторі жду, т.е. Окей. Тобто, дивіться, з точки зору, ще ми говоримо про шепоти, тобто, я показав просто різні сервіси, які просто по фалуторичному порядку, якими причинами запускаються. Цей пайплайн, він трошечки складніший, у мене просто не було багато часу по самоваріте, наставили ще до такого естемента, які насліряють, переключати контекст з одного діалога на другий, перед початки чат-клота, режим живої людини, ви обирати не нічого, використовуєте те, ніка лівість моделей, ви можете обирати найкращі варіанти автоматично. Можете, тому що іноді ви, іноді, але майже завжди, у вас буде декілька моделей, інфістичних, і, ну, якщо ви починаєте, там, вручну це все, робити завжди, шукати, дали кращі результати, це буде того, ми виглядемо виглядемо, замість того, щоб писати бізнес-слойку. Насправді, все це теж сповнено, тобто, є такий спарший пункт, який зробить завжди в тічній чиселі, який на найбайкер, Льюіс, вивисував, висував, виснов, ця модель не хаще, тому, висловую її. Плюс, я не сих показати, де львку Льюіса, може, мало часу, то дивіться, ще я напишу, будь ласка, в одному житті, от у мене, в данному ході, в мене немає уроки, такого віхлоба, але це загальний віхід, і буде просто там, до контакти. Цього, Льюіс, теж не просовується, тому що, крім тих кастомних моделів, які ми тут у нас маємо стійно, є дуже багато, так само, пред-defined models. Тобто, ну, я не після цього показати, але, ви можете за Льюіс, і сказати, зробити своєю мінемотеку, яка буде визначати мені хелп-ситуацію. Тобто, всі можливі варіанти, які були вишені, із хелп, і айоні, айоні, будуть визначати сервисом, як інтент під назиму «хелп». І потім, коли воротається результат від інферіуса, я можу подивитися, ага, якщо інтент до людей є «хелп», такому випадку, мені потрібно ініціалізувати успішній діалог. Якщо, наприклад, Люіс сказав, я не знаю, про що де нас питало, ми йдемо в «Еоней Мейкер». «Еоней Мейкер» каже, «Ти знаєш, що тут є хороший вільторінь на це заттання. Якщо «Еоней Мейкер» не дав вільторінці, Люіс не дав в інференці, ми можемо вжитати власні ваші дамами. Якщо і там не знайшло, то, якщо кажу, «Довище, не не засунулище, як вовися». Тобто, для якогось спочатку, воно виглядає все просто. Ти написав санкрат, тобі дали вільторі. Ти написав санкрат, тобі дали вільторі. З точки зору цієї бізнеслогіки, «Ансер на гад» – це все більше. Моя задача була показати, що є великі цінецзвамяці. Які можна діватків на ваших потрапи зберіг起ся? Знайшу діванку. Усі діванку. Теже діванку. Дякую за діванку! Да, дякую! Дякую за діванку! Продолжение следует...